В 20 веке было сделано немало важнейших научных открытий, навсегда изменивших ход истории. Но одно из них стоит особняком. Ведь по степени влияния на медицину оно вряд ли сопоставимо с чем-либо еще. И это открытие пенициллина – первого в мире антибиотика. До открытия антибиотиков, подавляющих рост болезнетворных бактерий в организме человека, жизнь была ощутимо сложнее, чем сегодня. Даже обыкновенная царапина могла привести к смерти, если в кровь попадала инфекция. Шансы на выживание и восстановление после хирургического вмешательства, если не стремились к нулю, то составляли примерно 50 на 50. Начиная с древнего Египта, почти все древние цивилизации прикладывали к ранам и порезам плесневелый хлеб. Правда, древние люди верили, что причинившие ущерб телу злые духи насытятся хлебом, покинут рану и она заживет. В Индии и Китае антибиотики заменяли луком и чесноком. В средневековой Европе было известно свое снадобье – заменяющее антибиотик. Оно представляло собой смесь из лука, чеснока, вина и желчи быка. И, естественно, использовали лекарственные травы. В 70-е годы XIX века свойства плесени широко использовали российские медики Алексей Полотебнов и Вячеслав Монесейн для лечения кожных заболеваний. В 1896 году итальянский врач Бартоломео Гозио, изучая причины поражения риса плесенью, вывел культуру грибка, схожего с пенициллином. Жидкая среда, в которой рос этот грибок, оказывала губительные действия на бактерии сибирской язвы. Фактически, это был первый в мире антибиотик, однако он не получил практического применения и был забыт. В 1897 году Эрнест Дюшен заметил, что арабские конюхи использовали плесень с сёдел, чтобы обработать раны на спинах лошадей. Работая с грибками рода пенициллум, он обнаружил их разрушающие действия на палочке брюшного тифа. Эрнест Дюшен послал свою диссертацию в Институт Пастера, но научное сообщество ее не приняло. Александр Флеминг родился 6 августа 1881 года в семье простого фермера. По примеру одного из старших братьев, молодой человек решил изучать медицину и, будучи еще студентом, попал в прикрепленную к госпиталю Святой Марии в Лондоне исследовательскую лабораторию. Впоследствии микробиолог проработал в ней всю свою жизнь до самой смерти в 1955 году. Согласно известной легенде, открытие произошло едва ли не по случайностям. В 1928 году Флеминг занимался изучением стафилококков в лаборатории, когда заметил плесневые грибы пенициллумнотату в чашах для выращивания бактерий. Их занесло сквозняком через открытое окно. Это плесень, из-за которой хлеб при долгом лежании становится зеленым. Вокруг каждого пятна плесени Флеминг заметил область, в которой бактерий не было. Впрочем, со стопроцентной точностью определить причину подобного эффекта у Флеминга в тот момент не вышло. Как и некоторые его предшественники, ученый предположил, что плесень стимулирует иммунную систему организма, а не сама уничтожает бактерии. Затем стало понятно, что на микробы влияет именно плесень. Использовать полученный специалистом образец на людях было слишком рискованно из-за большого количества опасных примесей. Также не смог он и выделить чистое вещество, которое назвал пенициллином. В экспериментах шотландец использовал отфильтрованный бульон, где росли грибки. Зато Флеминг подробно описал, как этот фильтрат воздействует на разные бактерии, занялся сравнением своей плесени с другими ее разновидностями и, что важнее, сумел сохранить образцы и рассылал их по первой просьбе коллег. В 1929 году Флеминг публично рассказал в Лондонском медицинском научно-исследовательском клубе о разработанном им потенциально перспективном антибактериальном средстве. Но экспертное сообщество восприняло новость, мягко говоря, прохладно. На призывы Флеминга заняться его дальнейшей разработкой никто не откликнулся. О пенициллине забыли на 10 лет. Вновь вспомнили о нем лишь в 1939 году. Немецкий иммигрант Эрнест Чейн выделил из него чистый пенициллин, а его начальник Говард Флори испытал препарат на мышах. При этом первого пациента лондонского полицейского с заражением крови спасти не удалось. Сперва ему действительно стало лучше, но не хватило накопленного запаса пенициллина, который быстро выводится почками. Первым счастливчиком, которого вылечили от аналогичного недуга благодаря антибиотику, стал в 1941 году 15-летний подросток. Когда ученые смогли доказать эффективность пенициллина, шла Вторая мировая война. Надежное противобактериальное средство требовалось как никогда. Солдаты чаще гибли от инфекций, занесенных в рано, чем от самих ран. Но организовать выпуск антибиотика в условиях блокады в Англии не удалось. Поэтому в 1941 году ученые отправились в США. И понятно почему. На территориях, физически не затронутых военными действиями, наладить выпуск было куда проще. Существует интересная, но не подтвержденная теория. Вести плесень из Великобритании в США в пузырьке было слишком опасно. Вещество могли перехватить и передать немецким ученым. Поэтому грибковыми спорами решили пропитать подкладки пальто ученых, которые переправлялись через Атлантический океан. Американцы смогли точно определить, какая плесень завелась у Флеминга. Но для массового производства использовали не ее, а родственную, продуцирующую в разы больше пенициллина. Ее нашли на мускусной дыне, которую принесла с рынка сотрудница лаборатории Мэри Хант. Питательной средой для грибка послужили кукурузные отходы, богатые с сахаром, которые до этого просто сливали в канализацию. Выращивать плесень стали в громадных баках с электрической мешалкой, сквозь которые пропускали воздух. Если в конце 1942 года американского пенициллина хватало менее чем на 100 пациентов, то в 1943 году было выпущено уже 9 млрд доз, а в 1945 году — 40 млрд. Началась новая эра. Принцип работы состоит в торможении или подавлении химической реакции, необходимой для существования бактерии. Пенициллин блокирует молекулы, участвующих в строительстве новых клеточных оболочек бактерий. Похоже на то, как наклеенная на ключ жевательная резинка не дает открыть замок. Пенициллин не оказывает влияния на человека или животных, потому что наружные оболочки наших клеток коренным образом отличаются от клеток бактерий. После того, как возможности антибиотика были оценены по достоинству, пенициллин стал неотъемлемой частью любой методики лечения бактериальных инфекций. К середине века открытое флемингом вещество широко вошло в производство фармацевтических препаратов, что помогло справляться с большинством древнейших заболеваний, таких как сифилис, гангрена и туберкулез. В 1945 году Эрнеста Чейна, Говарда Флори и Александра Флеминга наградили Нобелевской премией по физиологии и медицине. Норман Хитли, который отвечал в команде за разведение плесени и тоже придумывал метод очистки антибиотика, остался без награды, хотя его заслуга не меньше. В сентябре 1945 года, накануне приезда во французскую столицу Александра Флеминга, парижские газеты писали, для разгрома фашизма и освобождения Франции он сделал больше целых дивизий. А как появился первый советский антибиотик и почему его создателя назвали мадам пенициллин, смотрите в нашем предыдущем ролике. Пенициллин и другие антибиотики, появившиеся в первые послевоенные десятилетия, перевернули медицину. Большинство болезнетворных бактерий были побеждены. Но случилось то, что предвидел еще Флеминг. Бактерии так просто не сдаются. Они быстро размножаются. Например, возбудитель холеры делится примерно раз в час. Всего за сутки у холерного вибриона появляется столько поколений потомков, сколько у людей родилось за 500 лет. Широкое применение антибиотиков лишь ускоряет эволюцию. Потомство производит более стойкие бактерии, а те, на которые действуют лекарства, исчезают. Бороться с ними становится гораздо сложнее. А пока на этом все. Не болейте и оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!